прошлом видео я показал что код автоматически сгенерированный api explorer не работает без дополнительных действий разбил его на две части на часть связанную с авторизацией причем упрощенной авторизации авторизации по ключу часть связанную с запросами запрос использует модуль google api client discovery его методу build на вход подается название сервиса версия api и ключи для авторизации посмотрели выдачу разобрались что класс объектов словарь включает в себя ключи но это другие ключи совсем другие чем ключ для авторизации установили и активизировали пакет pandas чтобы при помощи его метода json normalize превратить некрасивую выдачу с которой неудобно работать в красивую аккуратную удобную выдачу теперь надо перейти на следующую страницу с выдачей потому что там нас ждут еще 50 каналов для этого нужно повторить запрос в следующем чанки я повторяю запрос это будет повторением запроса это был исходный запрос если кто-то из вас супер внимательный он заметил в чем разница шестой чанка десятый чанк почти одно и то же вот здесь у меня не универсальная прошлом видео говорил что лучше сделать более универсально теперь универсально но разница в том что теперь в этом запросе есть еще один аргумент page токен и в этот аргумент подается значение из предыдущей выдачи я обращаюсь к предыдущей выдачи которая содержится в объекте response включу next page токен покажу его это ключ верхнего уровня вот он в нем содержится токен следующей страницы с выдачи запускаю и помещаю выдачу с новой страницы в таблицу дата фрейм называю его эдишенал тот у меня был просто дата фрейма это типа дополнительный но можно как угодно назвать я назвал так чтобы был понятен смысл одишь ну еще 50 каналов было 50 здесь и еще 50 уже сто есть обещано нам около 600 скоро попробуем собрать все но сначала объединим в одну таблицу 2 поскольку за работу таблиц отвечает pandas снова вызываем pandas он уже активирован его снова активировать не нужно нужно только к нему обратиться указав его по имени и использовать теперь метод другой до этого использовал метод джейсон мама лайс а теперь конкат откуда узнавать какой метод надо использовать просто гуглить поэтому самый простой популярный язык поэтому почти все ситуации сложности уже разобраны и описаны многократно с примерами в этой таблице теперь 100 каналов теперь на основе всего того что было сделано надо написать цикл который пройдется по всем страницам я в данном случае использую относительно редко применяемый цикл while этот цикл который работает до тех пор пока выполняется некоторые условия и условия задается после слова while вот это условие до тех пор пока среди ключей первого уровня в предыдущей выдачи есть ключ next page токен цикл будет повторяться на последней странице с выдачи не будет ключа next page токи и цикл тогда остановится обязательно после заголовка цикла ставится двоеточие и после этого двоеточие нажимая enter всегда курсор оказывается с отступом слева этот отступ показывает что все что находится за этим отступом относится к телу цикла все что находится за отступом будет повторяться а то что находится вне отступа уже не тело цикла и повторяться не будет в моем случае повторяться будет запрос опять же делаем его универсальным запросе обязательно есть аргумент page токен тоже как в моем предыдущем запросе здесь уже был page токи только в первом запросе не было во всех остальных есть на каждой итерации результат запроса подается в объект response этот response подается сюда чтобы записаться в табличку а потом это табличка на 50 каналов присоединяется уже готовые в общей табличке и после того как все итерации пройдутся будет выведена общая табличка дополнительно здесь есть ставочка для визуализации процесса при помощи команды print я буду выводить номер итерации чтобы понимать что происходит внутри цикла цикла цикл будет работать я буду просто видеть что здесь будет звездочка и здесь будет черный кружочек но я не буду видеть на каком этапе находится цикл чтобы это видеть как раз я вставил сюда эти две строчки причем до цикла я задал счетчик ай и здесь я прописал что на каждой итерации цикла к предыдущему значению ай будет прибавляться единичка то есть ничего нового в этом чанке кроме заголовка цикла того что нужно использовать отступ и визуализировать процесс не было это я уже использовал только без отступа и вне цикла и это я уже использовал без отступа и вне цикла теперь все это будет работать цикле запускаю вот происходит визуализация 491 строка то есть 491 канал выгружен из обещанных 600 с лишним давайте немного с акцентируем внимание на то что происходит внутри цикла условием того что зайдет следующие террасы является наличие ключа next page токен в списке ключей первого уровня выдачи то есть уже до цикла должна быть выдача и в этой выдаче цикл проверяет наличие этого ключа то есть вот там выше была выдача цикл проверяет наличие ключа происходит итерация номер 0 то есть бытовом понимании первой операции вот цикл отработал здесь остановился и вернулся к условию теперь цикл смотрит на наличие включая next page токен уже в выдаче произошедшие итерации операция номер 0 произошла объект response перезаписался и вот в нем теперь цикл ищет этот ключ что происходит на итерации номер 10 то есть бытовом понимании на 11 итерации мы видим она записалась значит до сюда цикл дошел значит выдачу с этой итерации получил почему не возникла итерации номер 11 потому что получив эту выдачу цикл проверил наличие там ключа next page токен и не нашел его то поэтому итерации номер 11 не случилось и алгоритм пошел дальше строчки после цикла и вывел таблицу можно убедиться в том что действительно на последней итерации ключ next page токен отсутствует проверим добавляю чанг беру имя объекта в котором должен находиться ключ важно действительно это вся выдача которая получилась на последней итерации в ней уже нет каналов и в ней нет ключа next page токен а а теперь вопрос на внимательность и понимание я три раза запускал чанки с запросами первый раз это было еще в прошлом видео в шестом чанки запустил получил выдачу первый раз второй раз в десятом чанки уже с аргументом page токен запустил получил выдачу и наконец в цикле в тринадцатом чанки а теперь внимание вопрос отработал либо алгоритм получил ли бы я около 500 каналов если бы убрал один из этих шагов например без десятого чанка это первый вопрос и второй вопрос отработал либо алгоритм и получил ли бы я около 500 каналов если бы я убрал первые два чанка этот и этот правильные ответы в следующем видео не всю выдачу показал youtube не все каналы релевантные запросу раздельный сбор в дальнейшем можно будет попробовать забрать ютьюба при помощи разных ухищрений не выданные каналы а пока что сохраним в excel то что получили во первых что было более привычно для восприятия обычного человека я измененными нумерацию сейчас нумерация идет с нуля за счет того что объединялись таблицы есть дублирующие номера когда объединяются две таблицы в первые есть номера 012 во второй есть 012 эти номера остаются получается не сквозная нумерация повторяющиеся чтобы она была сквозная начиналась единицы я меняю параметр таблицы который называется индекс точнее даже не параметр атрибут строго говорят называется то есть название таблицы . и сам атрибут я у меня как меняю указываю что должен быть диапазон range от единицы до величины равной длине таблицы плюс один почему плюс один и на таблице 491 если я записал бы range 1 запятая 491 то последняя строка не по нумеровалась бы потому что она не входит не включается в интервал когда же я задаю границу интервала 491 плюс 1 . 492 491 используется для нумерации а 492 не используется но мне оно и не нужно 492 что начать из 91 строка если бы я не переходил к нумерации от 1 до 491 остался бы с нумерации которая начинается с 0 тогда у меня бы нумерация была такая 0 1 2 3 4 и так далее 490 потому что 0 начиналась бы сейчас у меня начинается с единиц поэтому заканчивается 491 во вторых на всякий случай я удаляю дубликаты вдруг есть дублирующиеся каналы мне не нужны для этого я перезаписываю таблицу применив к исходной таблицы вот этой но которой уже номера изменились применяю функцию или метод drop duplicates причем сбавляться дубликатов можно по разным столбцам где-то есть дубликаты где-то их нету меня прежде всего интересует channel id поэтому я смотрю на дубликаты именно по столбцу channel id если компьютер найдет повторяющиеся строчки со значениями чай ладе он оставит только одну из них строчка для того чтобы вывести полученную таблицу и наконец строчка чтобы отправить в excel используется метод to excel указывается адрес куда сохранить данном случае без пути то есть сохранится в ту же самую директорию имя файла будет каналы но сортим без сортировки . xlsx обязательно с расширением иначе компьютер может не понять и обязательно в кавычках потому что это текстовый формат все что в кавычках это текстовый формат здесь текстовый формат здесь текстовый формат и выше тоже были текстовый формат более научно не называется string запускаю остался 471 канал действительно были дубликаты нумерация заканчивается 491 но это не должно вводить заблуждение я сначала сделал складную нумерацию а потом удалил дубликаты дубликаты где-то серединке были они ушли их номера ушли но последние каналы поскольку они не были дубликатами они остались и поэтому конечные номера остались то есть реальности здесь 471 строка 471 канал и можно проверить появился ли файл с тем названием которые я задал да вот этот файл по тому же адресу который я прошлом видео демонстрировал это успех